Я вам скажу, что смотрите, вот у нас появилось на самом деле неплохой уровень стратегической игры, опять же, откуда-то из Генштаба. Залужин решает нерешаемую задачу фактически сейчас. Он ведет наступление так, чтобы первое, решить задачу выхода к перерезанию с Хоботного коридора и сохранить к этому моменту боеспособную армию, чтобы она вся не потратилась. Потому что не все, прямо скажем, в этом мире хотят, чтобы мы сохранили боеспособную армию к октябрю, когда нас надо сожжать за злоу перевора. Так вот он впервые решает эту задачу, которая сформулирована, отчетливо понятая. Правильно, я же, когда армейские генералы умеют это делать. Ну я немножко оттуда, поэтому да. Так вот они, я только хотел возразить, когда вначале говорили, но решил выспаться, о том, что в любой стране, когда вы еще не заговорили о Генштабе, всегда все равно есть орган стратегического планирования. Даже в самом Бантустане. Генеральный штаб, генеральный штаб. Но тем не менее. Так вот, Залужин решает сейчас очень сложную задачу. Я думаю, что он решает в паре с президентом, в любом случае, с офисом. Он решает задачу, то есть это коллективное решение нашего военно-политического руководства, перерезать сухопутный коридор в Крым для выхода на тот момент, когда нас будет принуждать переговорам, и сохранение боеспособной группировки как главного аргумента. Потому что если мы выйдем, перережем, но лишимся боеспособности, то торги будут совершенно иначе, и получим совершенно иначе. Поэтому наступление идет так, как оно идет. Оно идет чуть-чуть медленно, тщательно и так далее. Но там есть хорошие подвижки за крайнюю неделю. Мы решим эту задачу, и я думаю, что мы даже сохраним боеспособность. По крайней мере, мы сохраним оперативные резервы, которых не будет у русских к этому моменту, потому что они вводят их сейчас. Именно для того, чтобы получить резервы, нужно так месяцев 6-9, не меньше. То есть следующая весна. Но они их получат, потому что это гонка потенциалов, они их получат больше, чем мы. Если НАТО не решит нас, ну, американцы, не решит нас накачать оружием по самому, я не могу. И это, как аргумент, у штатов остается. Они говорят, ребята, ну если вы такие совсем русские, не меняемые. Это же был повтор ситуации. Мы освободили Херсон. На самом деле, мало кто знает, но на два месяца поставки провисли очень сильно после Херсона, после ноября. И им предлагали, русские, по моей гипотезе, мягко говоря, предлагали, заткнитесь со своим зимним наступлением, давайте мириться. Опять осенью. Путин сказал, нет, будет большое зимнее наступление. Тогда поставки возобновились. Но поскольку НАТО не совсем было готово, у них самих боеприпасов, у них хватало оружия, техники и так далее, они 9 месяцев нам поставляли, дали возможность, что обучали, дали возможность за россиянам закопаться. Вот и так далее. Сейчас мы, по сути, в тот же цикл. Путин говорит, мы зиму будем готовиться, на весну пойдем. Они говорят, пацаны, будет 300 F-16, если так. И все атакамсы мира. Не надо вам этого. Не надо. Ну и нас они, в силу нашей определенной невменяемости, как Юра говорит, как они считают, малопредсказуемости и неуверенности, что мы будем делать дальше, как бы, да, без стратегического опыта, у нас большой армия, с боевым опытом, они пытаются и нас маршрутизировать. Они всех честно маршрутизируют под свои задачи. Вот и все.